Привет, Страж! С тобой снова я, Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 Военный Разум. В последний день минувшего месяца на сайте разработчиков появилась еженедельная статья на этой неделе в Банже, в которой они поделились довольно большим количеством свежей информации. Рассказали о гонке фракции, которая начнется 5 июня, об изменениях ивента, поделились данными об изменениях в эскалационном протоколе и, самое главное, анонсировали стрим, посвященный второму году игры. 5 июня в 7 часов по московскому времени на канале Банже пройдет некая трансляция, посвященная второму году игры Destiny 2. На изображении анонса стрима мы видим локацию в фиолетовых и сиреневых оттенках. Ветеран Destiny легко узнает это место – Риф, поселение, которое появилось в оригинальной части игры в качестве социальной локации с дополнением House of Wolves. На нем располагались важные NPC – ментор испытания Сириса, брат Вэнс, падший Варикс, который заведовал тюрьмой старейшин, верная слуга королевы Петра. Сам же Риф был как раз-таки некой цитаделью королевы Эвокенов, прекрасной Мары Сов, которая погибла в битве с королем Ориксом. Как будет представлена локация на этот раз, стоит только догадываться. Многие считают, что завязка будет строиться вокруг брата Мары Сов, который также разбился на своем корабле при битве с дредноутом Орикса. Однако, по многим догадкам, остался жив. Кстати, его корабль упал на Марс, найти его можно в потерянном секторе. Это разбитый корабль с символикой падших. Давай я проверю журнал. Возможно, мне удастся выяснить, откуда он летел. О, он принадлежал принцу Кульдрану. Что он делает на Марсе? Думаешь, он знает о Распутине? Хм, так что все возможно. Я, честно говоря, пока боюсь строить теории, но Риф был, по моему мнению, самой красивой социальной зоной в Destiny 1, и я с нетерпением жду того, каким он предстанет нам в Destiny 2. Больше информации узнаем уже во вторник, 5 июня. Разумеется, тут, на канале Triple Vibe, я буду ждать вас на рестриме, где мы с командой переведем все, обсудим и поделимся впечатлениями. Обязательно приходи. Теперь перейдем к другой новости из статьи. Упрощение эскалационного протокола. Банжи написали в блоге, что они оценили фидбэк игроков, и что многие жаловались на слишком большую сложность ивента, потому, собственно, и решили его упростить. Вот сейчас вы видите на экране разницу в силе до изменений и после. Но, на первый взгляд, может показаться глупым решением. Ломать активность, которая была неким испытанием для игроков. Однако, если вы внимательно читаете то, что пишут разработчики в сети, то можете понимать, что активность была тестовой. Они знали, что проблемы с кривым матчмейкингом будут всех бесить, но прямо здесь сейчас ничего сделать нельзя было. И невозможно. А поскольку изначально протокол задумывался как испытание для команды из трёх стражей максимального уровня, то можно понять, что это не нерв мероприятия, а отладка баланса, которая пойдёт на пользу игровому опыту. Вполне вероятно, что позже добавят некие героические модификаторы для протокола, которые вернут пот и ненависть в эту активность. А пока есть шанс чутка меньшими силами закрывать 7 волн. Ну и камон, разница в цифрах совсем незначительна. Я уверен, что некоторые из вас даже скажут, что да нифига и не упростили. Ещё большой блок в статье был посвящён ивенту гонка фракций. Она начнётся также 5 июня, но в 10 часов утра по московскому времени. Всего в этом сезоне пройдёт 3 гонки фракций. Но в этом видео я не стану рассказывать об ивенте. Лучше в понедельник, ближе уже к самому старту события. Познакомлю вас со всеми деталями и выскажу все свои мысли по поводу изменений. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. А я на этом прощаюсь. Счастливо!